Гонка по спортивному ориентированию. Кого в парке Горького догонял наш корреспондент? Это соревнование по спортивному ориентированию, то есть бег в пересеченной местности с картой, с компасом. Что такое серый айфон? В лагере Буревисник КФУ завершила смена для школьников из ДНР. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Ариадна Кугушева. В парке Горького прошел спринтерский забег. О том, как это было, смотрите в сюжете. В парке Горького прошла гонка по спортивному ориентированию в честь Дня города Казань. Участников ждала спринтерская дистанция в заданном направлении. В преддверии осени в парке Горького прошла гонка по спортивному ориентированию. Она включала в себя три дистанции – легкую, среднюю и сложную. Длина легкой дистанции составляла один километр. На самой сложной дистанции участникам пришлось преодолеть три километра. Планировалось так, что маленькая площадь здесь достаточно. И решили сделать, раскрутить дистанцию. Очень много резких поворотов по дистанции сегодня. Несколько бабочек – это когда на один пункт нужно возвращаться два-три раза с разных сторон. Но в целом, я думаю, будет интересно. В забеге могли принять участие все желающие, пройдя регистрацию на старте. Несмотря на праздничный день, спортивные мероприятия посетили более 70 человек. Меня привели в этот спорт родители, поэтому лет с 10, уже как 10 лет, я в этом виде спорта. Участниками стали и студенты Казанского университета. Так, на спортивный забег пришли студенты третьего курса Института фундаментальной медицины. Это соревнования по спортивному ориентированию, то есть бег по пересеченной местности, с картой, с компасом. Участие принимаем не первый раз, уже участвовали здесь в том году, в октябре. Очень нравится организация. Организаторы спортивного забега надеются, что в перспективе такие проекты будут проводиться намного чаще, так как пропаганда здорового образа жизни является определяющей в данном мероприятии. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Айфоны, безусловно, имиджевая вещь и требуют осознанного подхода к покупке. О том, какие подводные камни есть на рынке смартфонов, смотрите далее. Смартфоны айфон одни из самых популярных мобильных устройств. Однако высокая цена вынуждает некоторых приобретать бывшего употребления девайса в интернет-магазинах или на сервисах для размещения объявлений. Далеко не всегда такая покупка приносит радость, ведь экономия не равна риску. В крупных магазинах в продаже встречаются официально восстановленные айфоны со сниженной стоимостью. В связи со скорым выпуском новой модели у самого популярного телефона у россиян остро встает вопрос. Где же приобрести смартфоны и чем они отличаются в тех или иных магазинах? На сегодняшний день яблочные телефоны делятся на несколько типов. Есть новые, которые выходят с завода, есть восстановленные, особенно старого поколения, когда если что-то ломается, дешевле Apple вернуть на завод, пересобрать его и продать с восстановленным. Может быть обновить батарею, тачпад поменять и так далее, наушники доукомплектовать. Ну и совсем серые, может быть, какие-то подделки. Сейчас, к сожалению, тоже встречаются поддельные айфоны, как ни странно. Еще несколько лет назад для большинства отечественных пользователей разница между серым и белым айфон определялась исключительно стоимостью. А покупку смартфона у неофициальных реселлеров среднестатистический россиянин или житель ближнего зарубежья считал обычной экономией. На самом деле использование нелегально проданного устройства может быть оправдано с экономической точки зрения. Однако серый серому рознь и покупать айфоны лучше с учетом рекомендаций. Рынок наполонился серым ипортом, восстановленными телефонами, которые продают как новые. И поэтому, как я уже говорил, все-таки у проверенного магазина надо брать, чтобы в случае чего можно было его вернуть. А также проверять непосредственно на официальном сайте Apple по Mac, по серийному номеру, что он действительно новый. По словам эксперта, рекомендуется выбирать белые устройства, то есть у официальных магазинов-реселлеров Apple. При желании сэкономить, можно купить и серый айфон, но только европейского происхождения и только от продавца, которому вы доверяете. Оптимальные варианты из США и Европы. Карина Саяхова, Универньюс. С 20 по 30 августа гостями Елабужского института Казанского федерального университета стали 96 детей и 8 педагогов из Донецкой Народной Республики. Участники проекта «Университетская смена», который проходит при поддержке Минпросвещения России и Миноборнауки России, познакомились с Казанским федеральным университетом истории и культуры России и Татарстана. Все подробности смотрите далее. Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» Елабужского института стал не только площадкой для занятий интересного времяпрепровождения, но и отправной точкой для путешествий в города Татарстана, где ребята посещали объекты культурно-исторического наследия. Музеи побывали на экскурсиях. Насыщенная программа была тесно переплетена и с творческими мероприятиями. Вы были в гостях в республике Татарстан. И ваше знакомство с Россией во многом началось именно с нашей многонациональной республики. Были отряды, которые были в Оренбурге, и в Екатеринбурге, и в Удмуртии. И все эти ребята стали большими гостями у Российской Федерации. Елабужский набережный Челнинский институт и КФУ «Технопарк» в сфере высоких технологий, АТ-парк, дом-музей Ивана Шишкина, музей истории и памяти, кондитерское производство, учебные лаборатории, занятия по программированию, изучение культурно-исторического наследия и первый в жизни Сабандуй. Это лишь малая часть того, с чем познакомились школьники с ДНР. Это мой первый лагерь, мне очень понравилось. Город прекрасный, я познакомилась со многими ребятами, мне очень понравилось. Уважатые классные, все очень хорошо. За 10 дней дети успели не только познакомиться с историей и культурой России и Татарстана, но и подружиться с людьми, которые всегда ждут их в Казанском Федеральном Университете. Елизавета Никитина, Айдар Нурмеев, Универньюз. По оценке вице-премьера Андрея Белоусова, во второй половине 2022 года около 200 тысяч россиян рискуют остаться без работы. О том, как Центр карьеры Казанского университета борется с безработицей, узнаете в следующем сюжете. На заседании Президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о риске увольнения занятых во второй половине 2022 года в двух производственных группах. По его словам, в машиностроительном производстве спад составил 10-17%, в химическом производстве 9-10%. Максимальное количество россиян, которые могут остаться без работы, оценивается в 200-300 тысяч человек. Причинами увеличения безработицы для промышленных регионов, по мнению аналитиков Центра стратегических разработок, станут ограничения экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Крупные предприятия не смогут перестроиться за короткое время, что вызовет отток квалифицированных работников. Кроме того, грядет сокращение рабочих мест в направлениях, занятых обслуживанием производственных нужд, логистики и транспорте, оптовой торговли, посреднических услугах и прочее. Уровень безработицы в России сохраняется на уровне 3%. Действительно, по Татарстану этот процент немного ниже, 2,4%. Лишь 47 тысяч граждан Республики Татарстан являются в поисках работы. В Казанском федеральном университете существует центр карьера. Он дает возможность начать карьеру со студенческой скамьи. Отдел обеспечивает организацию работы для обучающихся, размещает актуальные вакансии, стажировки, а также проводит карьерные мероприятия с ведущими российскими и мировыми компаниями. Первое – это организация временной занятости для обучающихся нашего университета, дабы снизить социальную напряженность среди молодежи. Кроме этого, мы занимаемся карьерным развитием, повышением карьерных компетенций обучающихся, учим их тенденциям рынка труда. Для получения дополнительной информации по вопросам временной занятости студенты могут обращаться в Центр по организации временной занятости, обучающихся Казанского федерального университета. КСК КФУ «Уникс», 6-й этаж, офис 602. И по телефону 206-52-91. Алина Красильникова, Универньюз. Клещи – основные переносчики энцефалита и других опасных заболеваний в природе. Где с ними можно столкнуться и когда закончится сезон их активности – смотрите далее. В республике продолжает расти количество обращений к медикам из-за укусов клещей. Наибольшее количество обращений, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано в Казани. С начала эпидемического сезона зарегистрировано в 1,6 раз случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом около 600 случаев связаны с возбудителями заболеваний. Что касается увеличения количества укушенных в этом году по сравнению с прошлым, то здесь, конечно, нужно сказать, что, вероятно, это все, значит, из-за того, что клещи, они у нас поздно в этом году вышли, так сказать, ну, стали активными и вышли на охоту, поскольку май был очень холодный. И поэтому, значит, была вот задержка с выходом клещей. Но зато, как вот мне сообщили коллеги из, значит, центра гигиены эпидемиологии, то потом численность резко увеличилась и стало очень действительно большое количество укушенных клещами. Это уже в июне, в июле месяце. Ну и, в общем-то, сейчас до сих пор продолжаются фиксироваться случаи. Существует распространенное мнение, что клещи нападают на человека, прыгая с веток деревьев. На самом деле, обычно они сидят на троинках и мелких кустарниках и ползут вверх по одежде. Сезон активности клещей обычно начинается во время таяния снега, когда устанавливается устойчивая теплая погода. Как правило, этот период приходится на апрель. Прекращение активности наблюдается в середине осени, когда температура снижается, а погода становится сырой. Муниципальные власти ежегодно проводят противоклещевые обработки. В этом сезоне в Татарстане было обработано 2064 гектара территории. В городе клещи у нас, конечно, в первую очередь встречаются в лесопарковых зонах. Ну, так, например, они у нас есть на озере Лебяжьем, лесопарк Нагорный, значит, потом в пригороде Боровой Матюшины, там можно клещей как раз обнаружить на себе после того, как вы сходите в лес. Эксперты рекомендуют в сезон активности клещей использовать специальные аэрозоли. При выезде на природу надевать одежду, максимально перекрывающую открытые участки тела. При обнаружении зоны укуса необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Маргарита Михайлова, Универньюз. В Казанском федеральном университете открыт прием заявок на обучение по пяти дополнительным программам профессиональной переподготовки в области IT, которые будут реализовываться в рамках проекта «Цифровые кафедры КФУ». На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok